Первая обработка сада. Как только вы закончили обрезку сада, не откладывая, берите опрыскиватель и отправляетесь проводить первую искореняющую обработку препаратами меди. Зачем? Вы скажете, что можно обработать и позже. Но на самом деле, очень важно в этот момент не дать преимущества перезимовавшим болезням, не дать им шанса в новом сезоне стартануть с новыми силами. Если мы сейчас уберем тот запас инфекции, который перезимовал, ее в течение сезона будет заметно меньше. Обработка медью так важна, потому что она работает, медь, именно при таких низких температурах. Это контактный препарат, который, попав на поверхность коры, работает в течение нескольких непросто дней, иногда недель, если погода стоит сухая. Если вы используете такие препараты, как бордовская жидкость или азофоз, они сами по себе имеют свойство, хорошее свойство закрепляться на коре. Она лежит, можно сказать, бордовская жидкость и работает. Даже несколько дождей иногда не очень, то ее и смывают. Но если весна выдается затяжная, иногда приходится даже повторять. Кстати, почему еще так важно проводить первую обработку сада сразу после обрезки? Дело в том, что когда мы обрезаем деревья, не все срезы мы можем замазать. Что-то упустили, что-то не заметили. Где-то остаются поломанные веточки, выломанные почки и так далее, царапины, разные ссадинки и прочие повреждения коры, которые мы сами того не замечая наносим дереву. И обработка препаратами меди в этот период защищает их от заражения. То есть мы действуем и на опережение в плане болезней, и на профилактику заражения, усыхания и так далее, вот этих срезов. Сейчас очень большой выбор различных препаратов меди для защиты сада. Это и традиционный медный купорос, хом, азофос, бордовская жидкость, медекс, купраксат. Короче, на любой вкус и цвет. Но сегодня мы будем обрабатывать наш сад традиционным азофосом. Достаточно 1-2% раствора азофоса, чтобы надежно защитить наши растения от парши, от листовых пятнистостей, от кластероспориоза косточковых в этот очень важный для жизни растений период. Ведь если они вступят в вегетацию оздоровленными, защищенными, значит, они будут иметь преимущество уже перед болезнями и в дальнейшем. Как приготовить раствор азофоса? Сейчас, к счастью, есть очень хорошие готовые препаративные формы, не в пасте, а в виде суспензии, которая прекрасно растворяется. Мы набираем чистой воды, 10 литров, и для приготовления 1% раствора нам понадобится 100 грамм азофоса. Выливаем тонкой струечкой в наш опрыскиватель, тщательно размешиваем и обрызгиваем растения. Не просто чуть-чуть. Я предпочитаю обработать растения так, чтобы кора была тщательно смочена, чтобы по стволу буквально стекала. Однократная такая защитная обработка способна заметно уменьшить поражаемость растений бактериальным раком. Ведь эта зловредная бактерия прекрасно зимует не только внутри растений, но часто даже на здоровых она присутствует на коре, ожидая удобного момента, чтобы проникнуть внутрь. Итак, дорогие садоводы, как только вы закончили обрезку и увидели, что на ваших деревьях набухают почки, готовьте препараты меди и отправляйтесь в сад. Так вы защитите на ранних стадиях свои растения от парши, от листовых пятнистостей, от кластероспариоза, сливы и абрикоса. Сохраните их здоровье, а также предупредите заражение болезнями коры и древесины. Ну а все эти препараты и азофоз, и бордоскую, а также много других средств защиты растений, можно приобрести в наших магазинах «Процветок». Процветание и вам! С вами была Юлия Кондратенок и «Процветок». Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.